Всегда чуть-чуть поправлялся, даже если я постился подолгу, я не худел. Но как только я начал бегать, я начал худеть. Организм сам выбрал себе нужный вес. Он как бы отработал, сейчас вот он дошел до определенного состояния, больше не худеет, все. Точку поставил, ему не надо уже худеть. Понимаете, о чем я сейчас вам говорю или нет? Нам не хватает желания жить. Мы просто не хотим жить. И мы не знаем, что такое жить. Есть психическое состояние жить, а есть физическое состояние жить. Психическое состояние жить, это принимать судьбу и заставить себя принять все, что Бог не дал. Мою жену, моих детей, моих родителей, все принять надо, это называется жить. Значит, уметь любить. А если они делают глупости, надо еще уметь прощать. Это тоже жить. Вот взять, переварить все эти глупости, понимаете, это означает жить. И потом, когда ты их перевариваешь, они, близкие, родственники, начинают исправляться. Оказывается, очищать нужно также не только грубое тело, но и свою жизнь, свою психику. Понимаете, мы об этом тоже будем говорить. Надо все очищать в своей жизни. Как же начать здоровый образ жизни? Надо знать несколько правил. Первое правило. Что бы вы ни делали, это все будет хорошо, если вы делаете правильно. Что значит правильно? Начали бежать, допустим, или идти. Не можете чувствовать, бежать тяжело. Не надо. Идите. Как быстро идти. Как вам приятно. Но не расслабляйтесь во время движения. Когда вы идете, надо желать всем счастья, слушать духовную музыку, слушать лекцию, не слушать свою память о том, что мне все плохо. Об этом нельзя думать и слушать. Сколько нужно идти? Нужно идти столько, чтобы вы почувствовали усталость. Если вы чувствуете, не хочу идти, это не основание останавливаться. Усталость, то есть, смотрите, вы идете, идете, уйдете, дождитесь легкости во всем теле. Если вам тяжело, что-то побаливать начало, идите медленнее, но не заканчивайте. Если у вас побаливать начало и вы закончили, значит вы отступили и болезнь начнет обостряться. Идите, не останавливайтесь, пока в теле не появится легкость. Если легкость и усталость одновременно, значит вы уже прошли достаточно. И когда вы хотите радоваться, а уже не можете, чувствуете, что уже организм говорит, что все, достаточно. Значит останавливайтесь, но дождитесь легкости, потому что если каналы все прочистились, человек остановился, это очень благоприятно. Каналы прочистились означают легкость тела появилась, или хорошее дыхание, легкое дыхание, или тело стало легче, что-то должно стать легче. Значит, что вы прочистили до определенного момента свой организм. Потом, когда у вас появится, и так вот ходите до этого, засеките время, есть часы специальные, недорого стоят, можно даже пульс определять, километраж, сколько прошел, час, все возможно. Вот, потом дальше, засеките время, сколько вы прошли, ходите примерно столько же, сколько месяцев, несколько месяцев, два, три, четыре, никуда не торопитесь, И с этого момента организм все будет здоровее и здоровее, никуда не торопитесь. Болезни не будут развиваться, если вы начали лечиться. Но как только вы почувствовали, что можете больше, идите опять, идите дольше, пока вы не почувствуете новую легкость. Допустим, 15 минут прошли, первая легкость пошла, значит началось лечение. Дальше, следующий рывок, это еще 20 минут. Копите силы, не надо этот рывок делать сразу, пройдет несколько месяцев, почувствуйте, что вы уже достаточно сильны. Уже идите не 15, а 35 минут, или бежите не 15, а 35 минут дальше уже. Можно делать промежуточный вариант, например, не 35, а 25, допустим, половину этого расстояния. Тоже неплохо, но это тяжелее, потому что в промежутках вы будете чувствовать себя не очень хорошо. Но если вы будете до легкости добегать или доходить, тогда у вас не будет ни обострений чрезмерных, ни каких-то трудностей в организме. Организм будет легко лечиться. Победил судьбу, победителей не судит. Понятно? До легкости дошел, значит победил. Достаточно 15 минут начинать. Когда стоишь, статические упражнения, то же самое. То есть не надо делать сложные упражнения сразу. Некоторые думают, сейчас будут на голове стоять. Все. Надо на голове стоять, нужно просто стоять на ногах неподвижно. И сначала первая стадия, вы почувствуете, и здесь вот это очень важно, когда страх появляется, останавливаться. Вы стоите неподвижно. Сначала проходит 4 стадии. Первая стадия. Все тело начинает отекать. Отек прямо. И человек думает, ой-ой-ой, это опасно, наверное, я сейчас буду больным от этого. Это просто отекает тело, это потому что тонкие каналы пробиваются, и немножко нарушаются функции из-за этого. Перестраивается на это движение энергии, как конденсатор заряжается. Вторая стадия. Жар или покалывание по телу. Человек думает, ой, что-то мне плохо становится. Третья стадия. Тело вообще не имеет. То есть как будто бы его парализовало. То есть оно не имеет, его не чувствуешь совсем. И четвертая стадия. Легкость. Неожиданно все становится легким, и как будто взлететь хочется. Чтобы дойти до четвертой стадии, нужно, допустим, стоять неподвижно, может быть, 4-5 месяцев, каждый день понемножку тренироваться. Вот в это время самое главное обязательно молиться. Если ты не двигаешься, тебе нужны силы. Организм лечится, нужны силы. Самое лучшее, или вставай возле дерева, лекции слушай. А можно и молиться, но на улице часто люди боятся молиться. Поэтому, если, допустим, не на улице, а дома, тогда можно включить духовный звук. Те, кто молится, вместе с ними молиться. Если вы будете молиться, то вам из молитвы пойдет энергия, которая даст вам возможности стоять дальше. Когда надо остановиться? Чувствуете опасность какую-то? То ли больно стало? Вот ощущение боли, это значит, что надо останавливаться. Здесь не надо легкости дожидаться всегда, когда статические упражнения. Просто останавливайтесь там, где вы чувствуете опасность. Но если вы дойдете до легкости хотя бы один раз, всегда потом доходите до нее. Никогда не позволяйте себе меньше уже стоять. Когда вы до 40, примерно 35-40 минут, у вас появится легкость. Нет, нет, не так. Где-то 25 минут вот этот круг проходит весь. И если вы простоите 40 минут, то это будет два уже круга. Здесь как бы не надо 4 круга проходить в статической гимнастике, 2 достаточно. Это уже много. Тогда делайте следующее упражнение. Можно сесть на ноги, вытянуть ноги вперед и потихоньку наклоняться вперед. Не надо заставлять себя наклоняться. Просто сидите и слушайте молитву или читайте молитву. Слушайте духовную музыку. Ничего себе не заставляйте делать. Так же как в беге. Не надо пытаться бежать быстрее. Вы, допустим, думаете, я быстрее побежу, буду здоровее. Нет. Не бегите быстрее. Бегите как вам нравится, как телу нравится. Идите как вам нравится. Никогда не позволяйте идти медленнее или быстрее. Потому что это разрушит здоровье. То же самое вы сели просто и ждите, когда тело расслабит. Расслабило, нагнитесь. Расслабило, еще нагнитесь. И вы даже не представляете, какие резервные возможности у организма. Я вам говорю, что у меня очень сковано сильное в теле. Вообще по жизни. Я поэтому сам бы перестал заниматься. Потому что у меня не было такой гибкости, какая нужна была. Но сейчас вот я, допустим, сажусь. Я даже сесть не могу прямо. Ноги вытягиваю, и меня вот назад оттягивает. Почему? Потому что скованность большая в теле. Через 40 минут я просто сижу и читаю молитву. И как, кстати, когда ты так неподвижно сидишь, концентрация молитв возрастает просто бесконечно. Очень сильно. И ты вот так сидишь. Расслабило, нагнулся. Расслабило, нагнулся. Через 40 минут я касаюсь головой колен. И потом я разгибаюсь, ложусь вот так, лежу, отдыхаю некоторое время. А потом делаю наклоны. Статику надо чередовать с динамикой всегда. Делаю наклоны. А потом обязательно надо наклониться в другую сторону. То есть я встаю на колени и назад вот так вот просто ложусь. И вот так в этом положении прогибаюсь. И вот так лежу. Еще 40 минут. Потом опять сажусь. Опять отдыхаю. Потом наклоны. И вот как бы вот это комплекс этого достаточно. Вперед и назад. Все. 40 минут туда, 40 минут обратно максимум. И вы здоровы на всю жизнь. Больше ничего не надо выдумывать. Вы просто прочищаете тонкие каналы и все это гимнастика. И у вас тело становится железным. Если, допустим, у вас перегрузка идет, вы, допустим, взлетаете на самолете. Вас вы вообще даже не заметите ее. Если вы делаете такие вещи. Или вам надо куда-то быстро побежать. Вы там задохнулись. Даже не почувствуете. Даже несмотря на то, что у вас большой возраст. Или вы на солнце перегрелись. Никогда у вас не будет солнечного удара. Потому что каналы тонкие, чистые. Запас здоровья огромный у человека становится. Но начинайте просто стоять. Сначала стоя. Теперь пост. Каждый человек может поститься до обеда на воде. Любой человек. Это самый эффективный и самый хороший пост. Я никогда не ем до обеда. Я всегда, каждый день очищаю свой организм. Просто пью воду до обеда. Почему? Потому что солнце, когда восходит, в это время начинается очищение организма само собой. И если у человека там есть токсины в организме, ему не хочется кушать с утра. Организм говорит, слушай, ну не ешь, дай мне полечиться. В это время надо просто пить воду. Это не значит, что потом вы обжираетесь на ночь. Если вам хочется обожраться, вот мне хочется обожраться, у меня зверский аппетит просто. Это можно делать вполне официально днем. Ешьте сколько хотите. Вот солнце в зените. Наешьтесь до отвала. Ничего не будет со здоровьем плохого. Чуть-чуть побольше отдохнете после еды просто и все. После еды можно отдыхать. Можно ходить, можно сидеть. Но работать нельзя. Хотя бы полчаса после еды человек должен отдохнуть. Дайте возможность как бы червячку там завязаться. Вы сами поймете легко. Если вы лежите, лежать на левом боку. Если вы сидите, надо сидеть со свежим воздухом. Открыть окно, чтобы воздух шел. И не читайте ничего в это время. Лучше всего послушать музыку. То есть это отдых. Если вы идете, тоже отдыхаете. После еды ходьба должна быть медленная, а не быстрая. И вы идете, просто расслабляетесь. А я иду, шагаю по Москве. Ну то есть в таком состоянии человек способствует пищеварению. Набирается сил. Понятно? После обеда. Не знаешь, каждый раз чуть-чуть поел и пошел лежать, бежать. Только один раз после обеда. Если плотно кушаешь. Вечером нужно есть только овощи. Причем на пароварке лучше всего. Запомните, самое лучшее приготовление пищи есть только два варианта. Если у человека слабый огонь пищеварения, у него ничего не переваривается, то ему нужно запекать в масле овощи. Ну и там и вообще всю пищу запекать. А если у него сильное пищеварение и наоборот изжога там, то тогда надо на пару готовить. Все. Вот это самые лучшие виды приготовления пищи. И масло можно добавлять в конце. Самое лучшее масло, с которым можно горячую пищу есть, это топленое сливочное масло. Лучше никакого не бывает. Или сливочное, или топленое сливочное. Для всех людей. Если вы хотите еще какие-то другие масла есть, то тогда нужно их добавлять в салат или в холодную пищу. Растительное масло. Свинину там, свиной жир, говяжий жир, вообще не надо эти все вещи есть. Он почти не переваривается у человека. Ученые проводили исследования, те, кто готовят на, допустим, на свином жире, у них потом, когда они уходят из жизни, их клетки исследуют, у них там вместо их жира свиной жир. Он почти не переварится. То есть он откладывается просто вот в том виде, в каком есть. А топленое сливочное масло очень хорошо усваивается. Даже если у человека больная печень, ему говорят, не ешьте масло. Топленое сливочное масло все равно классно для него. И даже на нем можно поджарить, и все равно ничего плохого не будет. Если у человека сильный огонь пищеварения, у него все сгорает быстро, изжога потом появляется, жар в желудке, ему нельзя есть подсолнечное масло, оливковое масло. А если у него наоборот слабый огонь пищеварения, тогда эти масла нужно есть. Если у человека сильный огонь пищеварения, из растительного масла, ему подходит льняное масло, кукурузное масло и виноградное масло. А если у человека слабое пищеварение, ему подходит, значит, подходит оливковое масло, подсолнечное масло, соевое масло, кедровое масло. Если сильное пищеварение, подходит тыквенное масло, оно снижает огонь пищеварения. Ну, то есть успокаивает, не дает перегреваться организм. Каждый человек должен знать, что есть три типа масел, которые продлевают жизнь. И эти три типа масел нужно найти, выбрать себе самому. Первое это топленое сливочное масло, второе это кокосовое, третье светлого кунжута, белого. Оно должно выглядеть желтое, а не темно-желтое, светло-желтого цвета. Есть черный кунжут, есть белый кунжут. Белого кунжута масло светло-желтое, именно оно продлевает жизнь. Это масло нужно наносить на тело во время омовения с утра. Каждый человек должен совершать утром омовение. Даже если женщина не хочет вочить волосы, она все равно тело свое должно помыть. И можно в шапочке, допустим, это делать для волос, чтобы они не мокли. Но если человек с утра не совершает омовение, то та судьба плохая, которая накопилась ночью, а ночью копится плохая судьба, потому что у человека разум пассивен. И чтобы ее убрать, нужно на себя полить водой. Если человек этого не делает, то он с этой судьбой потом живет. И поэтому бу-бу-бу. Ну то есть надо снять с себя эту плохую судьбу. И когда ты облился водой, дальше наносятся капельки. Одна капелька на руку, вторая на вторую руку, третья на живот, четвертая на одну ногу, на вторую ногу. И по мокрому телу капелька растирается. Получается все тело в масло. И даже волосы, везде. Но очень тонким слоем. И потом дальше моешься. Но это надо делать после того, как ты уже с мылом там помылся, если это мне необходимо. А потом только масло наносить. И потом ты опять еще после этого помылся, чтобы лишнее масло слилось. А потом еще вытерся полотенцем. И у тебя от масла остается только запах. Ты нюхаешь, что есть, но не видишь. И вот такое количество масла на теле каждый день с утра продлевает человеку жизнь. Оно увеличивает пищеварение. Оно укрепляет волосы, улучшает кожу. Как выбрать свое масло? Если вы помазались каким-то маслом, и вам в течение дня душно, и ночью как-то жарковато, не ваше. А если свежо становится, и вы нюхаете, запах очень свежий, легкий, значит ваше. Одно из трех. Или топленое сливочное, или кунжутное светлое, или кокосовое. Все. Этим маслом можно мазаться всю жизнь. У меня отец потерял все волосы, дядя по материнской линии почти все. У меня все были лысые, а у меня чуть-чуть осталось. Почему? Потому что я каждый день по утрам смазываю волосы маслом. Это дает возможность им быть крепкими и хорошо расти. А кроме того, когда тело смазываешь, вот зимой, допустим, начинает кожа очень сильно обветриваться, напрягаться. Если ты смазываешь по утрам маслом, никогда у тебя кожа не будет обветриваться. И это масло и нагревает, и охлаждает одновременно. Поэтому в коже процессы идут очень хорошо, и человек не стареет. Кожа не так быстро стареет, понимаете? Вот это вот и есть долголетие кожи, вот обтираться тем маслом, который тебе подходит. Всего три варианта, больше нет, не выдумывайте больше ничего. Все остальные масла перегревают. А эти масла никогда не перегревают человека. Что они еще делают? Улучшают огонь пищеварения, улучшают иммунитет, улучшают обмен веществ, жизнерадостность, потому что это энергия солнца. Особенно хорошо мазаться маслами, когда мало солнца на небе. Человек становится жизнерадостным и так далее. Запомнили как? Помылся сначала, на мокрое тело намазываюсь, потом еще раз помылся, потом полотенцем вытертся, все. Ничего почти не осталось и просто запах. И это будет тебя лечить весь день. Не на ночь, а именно утром надо это делать. На ночь вас перегреет, плохо спать будете. Если вы чувствуете, что вам не хватает поста до обеда, вот вы поститесь, просто не кушайте, пьете воду. Можно делать через день это, можно делать каждый день. Но если вы чувствуете, что вам не нравится это каждый день, делайте хоть раз в неделю. Но когда вы поститесь достаточно долго до обеда, можно начать поститься уже целый день, если вам не хватает. Но с одним только условием пост целый день только в том случае, если у вас слабое пищеварение и плохо все переваривается. Если у вас очень сильное пищеварение, вам кушать постоянно хочется, вам не надо целый день поститься, поститесь только до обеда. Это будет вполне достаточно для того, чтобы организму все сжечь. Мужчин, допустим, на четвертом ряду, не надо весь день поститься. У вас переварится желудок с везде. Огонь пищеварение очень сильный. Вам тоже не надо везде, только полдня. А вам можно, да, не надо больше руки поднимать. Это будет как в мультике Бонифацио в гостях у бабушки, посмотри. Там львенка замучили, пришлось у бабушки убежать оттуда. Итак, каждый день в году, в неделе имеет свое супер важное значение для психи человека. Когда человек постится в этот день на воде, а на воде пост самый простой и самый эффективный для здоровья, потому что есть разные другие посты, они тоже важны, но мы сегодня не будем их изучать. Когда человек постится на воде, он в это время должен, самое главное условие, не думать о еде. Как только начали думать о еде, портите себе здоровье. В это время надо молиться, желать всем счастья. Эта энергия должна пойти на лечение. Когда человек очень позитивно настроен, желает всем счастья, всех любит, в это время он лечится. Как только он не хочет кушать, сразу он теряет силы и лучше поесть в этом случае, а не мучить себя. Если ты такой сильный, активный, работай, радуйся всем на работе, не бойся ничего, испугался, поешь. Иди, 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 иди бодро, не то, что там плетешься, как этот. Иди бодро, активно. И тот-то с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Ну то есть надо активно идти, слушать духовную музыку, подпевать, я желаю всем счастья, или молитву читать. Идти, иди, 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 и встать возле дерева, стоять. Деревья будут давать тебе силы. Учись улыбаться людям сквозь слезы, даже тебе совсем плохо. Все тебя побросали, все поумирали вокруг. Не имеет значения, побеждая судьбу в любом состоянии. Она девушка подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, мужа сажают надолго в тюрьму, как жить? Можно жить. Бог дал испытание, значит вы можете его вынести. Так говорится в священных писаниях. Никогда Бог не дает человеку испытание, которое не может вынести. Значит это испытание должно вас воскресить, сделать вас чистой, светлой, возвышенной, радостной. Любой барьер, который в жизни существует у человека является всего лишь препятствием для более высокого счастья. Один молодой человек вообще просто жизнь его обездвижила. Попал в аварию, оказался бездвижным. И он как бы все, молодой парень, что жить непонятно, зачем. Начал слушать лекции, работать над собой. Это реальный факт. И потом постепенно он начал чувствовать, что он оживает. Он постоянно, он не может ходить, но он начал ходить руками. То есть он начал двигаться вот так постоянно, движется руками, идет руками. Ногами же не может ходить, надо чем-то ходить. Начал ходить руками, двигаться, начал работать над собой, там наклоны, вот что может, то и делает, и делает, двигается, двигается, движение — это жизнь. Неподвижное положение тела — движение, неподвижное положение тела — движение. Постепенно молиться начал, и постепенно от него начала исходить энергия счастья. Он сначала сам успокоился, потому что первая стадия умиротворения в сердце наступает, вторая стадия — эта энергия начинает ниточки наши незримые наполнять. Потому что, допустим, что я не люблю жену? Потому что ниточка зацелена — это просто болезнь судьбы уже. Почему не нравится мой близкий человек? У нас несовместимость. Какая несовместимость? У тебя что, если рот, допустим, воняет изо рта, у тебя что, с зубами несовместимость, что ли? Повырывать их все надо? Нет. Тебе надо чистить их зубной щеткой, этот рот, чтобы у тебя не воняло. Точно так же можно каналы психически чистить с помощью добрых мыслей о людях, желать всем счастья, молитва. И постепенно, сначала по отношению к жене, сердце успокаивается. Мне женщина одна говорит, Олег Геннадьевич, я прошла вот эти стадии, смотрите, меня бросил муж. Я даже подумать о нем не могла, потому что мне было очень больно. Потом я начала молитву, желать всем счастья. И у меня в сердце появилось чувство, что все будет хорошо. Теперь, удивительная вещь произошла, Олег Геннадьевич, я с ним разговариваю, как будто бы ничего не произошло. Хотя раньше я даже слушать его не могла, мне так было больно. И сказать ему ничего не могла, потому что я не могла это вытерпеть. Я с ним разговариваю уже, как дружеские отношения. Я говорю, первая стадия пройдена, вторая стадия пройдена. В вашем сердце очистилось, между вами очистилось, осталось только в его сердце. Это третья стадия. Три круга судьбы. В моем сердце, между нами и в нем. Три круга судьбы есть. И если третья она уже пройдет, то что произойдет? Ему придется вернуться. А если он не вернется, тогда Бог его накажет и даст ей еще лучше мужика. Потому что мужиков у Бога заболись. Заболись просто. Но пока человек недостоин, у него грязный канальчик, изо рта воняет, Бог мужиков не дает, потому что жалко. Жалко вот вонючему человеку, не хочу своего мужика давать. Пускай лечится, очищает канальчики свои, пускай станет счастливым. Нечего приставать ко мне. Да не мужа, да не мужа. Стань чистой, светлой, радостной, получишь мужа сразу же. Я никогда не видел такого, чтобы человек очистил свою судьбу и хотя бы на секунду Бог задержал те блага, которыми положены. Даже на секунду не задерживай. Сразу, как только очистилось сознание. Вот кто из вас, допустим, замужем, очищает свое сознание? Я вам сейчас скажу. Поднимите руку. Еще первая стадия даже нет, сердца нет, чистоты и легкости. Двигайтесь дальше. Кто еще? Первая стадия пройдена, вторая уже пошло влияние. Уже на вас посматривают. Третью стадию пройдете, все. Третья стадия означает сбить с ног какого-то мужика, стать такой сильной, раз, подсечка, готов. Просто летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз и побежал за ней. Все, первая стадия пройдена. Легкость, легко на сердце, то есть уже есть. Ничего еще не пройдено, тренируйтесь. Тоже потихоньку двигайтесь, но даже первую стадию не прошли. Легко на сердце. Тоже первую еще не прошли, а вы прошли уже первую, да. И вы прошли уже на второе начало, уже вторую стадию побед над судьбой. Первую прошли, вторая пошла. Надо простить человека еще, простить до конца не простил. Когда человек прощает, перед ним все открывается, сердце становится легким, счастливым. И на душе не случайно светло. Первую стадию почти прошли. И не случайно из горя надо выйти из состояния. Из горя выйти. Слышите? Из горя выйти. Первая прошла. Все, достаточно сейчас всем. Продолжение следует. Продолжение следует...